В кругу лесных зверей оказались на Новый год люберецкие дети. В Красковском культурном центре прошло цирковое представление. Оно было организовано на муниципальные средства. А детям из многодетных и малообеспеченных семей вручили подарки. Ёлка-ёлка, строжа дива, как у каши накрасила, много сысек фонарей, детмолосик и паней. Со стихами, весёлым и праздничным настроением. Такие же зайчики, мушкетёры, принцы и принцессы пришли на муниципальную ёлку. У главного символа Нового года детей разных возрастов встретили сказочные персонажи. Они пели песни, танцевали и участвовали в конкурсах. Организатором новогоднего праздника стал Красковский культурный центр. Новый год – это такой волшебный праздник. И, конечно, всем детям хочется этот праздник получить и почувствовать волшебство, волшебство этого праздника. И чтобы даже у тех детей, у которых нет возможности, нет родителей, да, или у родителей нет возможности сделать такой праздник, подарить подарки. Мы очень рады сделать это для таких ребят. А подарков для детей в этот день было немало. Развлекательная программа «От ёлки» перенеслась в зал, где малышей уже встречали яркой цирковой программой с участием актёров и, конечно, животных. Конечно, ни один Новый год не обходится без главных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние представления в Красково они также не смогли пропустить и пришли поздравить всех присутствующих детей, сказав о них много хорошего. Весёлые, красивые. А самое главное – умные. Умные. И, конечно, не обошлось без прогноза на будущий 2018 год от всеми любимых волшебников. Ну, Дедушка Мороз обещает, что будет легко, что будет радостно, что все будут счастливы. Подобные мероприятия для детей в преддверии Нового года в Красковском культурном центре неизменно проходят каждый год. Меняется лишь их тематика. И главная цель таких праздников – доставить радость не только детям, но и взрослым. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.